Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат в сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами продолжаем наш разговор о работах в саду в конце вегетационного периода. Уже опали листья, уже давно собран урожай, плоды положены в хранилище, посажены под зиму чеснок, салаты и прочие овощи, посажены саженцы, но работы на этом не заканчиваются. Сейчас, конец листопада, когда деревья стоят практически лысые, самое время заняться профилактикой раковых заболеваний, коры, древесины, плодовых деревьев. Раковые болезни очень коварные. Основная их проблема в том, что длительное время они способны развиваться скрытно от наших глаз, незаметно убивая дерево. И когда они проявляются, иногда спасать уже нечего, либо спасение обходится дополнительными усилиями. Почему именно осенью мы должны позаботиться о защите от рака? Дело в том, что выброс спор этих опасных болезней приурочен именно к листопаду. Когда опадают листья, на молодых веточках остаются маленькие листовые рубчики, свежие ранки. И паразит специально, эволюционно так приспособился, что именно к этому моменту, когда на деревьях много маленьких ранок, выбросить как можно больше спор. И если мы в это время проведем профилактическую обработку наших деревьев, наших кустарников, препаратами меди, мы надежно защитим их от болезней. От европейского или обыкновенного рака, черного рака, антракноза, от различных трутовиков и прочих древоразрушающих грибов. Но не только препараты меди помогут нам в этой борьбе. Необходимо помнить, что для рака не должно оставаться открытых ворот. То есть, сейчас, если мы где-то видим на дереве оставшиеся незамазанными, неухоженными ранки, трещины, срезы, поломы, зачищаем, подрезаем и замазываем. Будь то садовый вар, садовый бальзам, либо хорошая краска с фунгицидным эффектом. Если вы этого не сделаете, то через открытую рану в дерево попадут древоразрушающие грибы. И тогда вместо рубчика, вместо здорового дерева мы можем получить вот такое вот дупло. А внутри дерева окажется совсем гнилым. Поэтому убираем все пораженное из сада. Сжигаем весь инфекционный запас. Будь то больная кора, больная древесина, суча, которые поражены болезнями. Я считаю, что лучше больные ветки срезать сейчас. А уже основную обрезку, формирующую, прореживающую, сделать в конце зимы, начало весны. Потому что здесь польза от срезанной ветки гораздо больше, нежели получившаяся рана, которая уйдет под зиму. Ведь вы ее замажете, и все будет хорошо. Ну и, конечно, если у вас осень выдалась засушливая, для профилактики раковых болезней очень важен влагозарядковый полив. Давно учеными замечено, что деревья, которые испытывают дефицит влаги, гораздо серьезнее поражаются раковыми болезнями. Они становятся к ним очень восприимчивы. Поэтому выделите в конце вегетационного сезона, когда оканчивается листопад, время для профилактической обработки препаратами меди, будь то медный купорос или хлорокис меди, бордовская жидкость, азофос, медекс, купраксат, абигопик и прочее, для того, чтобы защитить ваши деревья от раковых болезней. И тогда ваш сад будет жить долго и урожайно. Процветания вам и вашему саду на долгие годы. До новых встреч на нашем YouTube-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова